Здравствуйте! Тема нашего урока – приблизительное измерение, точное измерение. Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Слова Менделеева. Первые единицы длины были приблизительными. Они были связаны с разными размерами частей тела человека. Единицы измерения с древности до наших дней. Английский король Генрих I ввел в качестве единиц длины ярд. Расстояние от кончика своего носа до большого пальца вытянутой руки. Другая английская единица длины – фут, что по-английски означает ступня. Шестнадцать англичан выстраивались в цепочку таким образом, что каждый следующий касался концами пальцев своих ног пяток предыдущего. Одна шестнадцатая такой цепочки и составляла один фут. На Руси в старину мерой длины был шаг и пять. Малая пять равнялась расстоянию между концами растянутых пальцев большего и указательного пальцев. Большого и указательного пальцев – это приблизительно 19 см. Большая пять – это расстояние между раздвинутым большим пальцем и мизинцем – приблизительно 23 см. Ладонь. Ширина кисти руки. Приблизительно 10 см. Локоть. Расстояние от локтя до конца среднего пальца. Приблизительно 71 см. Большие раздаяния изменялись полетом стрелы. Аршин – в переводе с персидского локоть. Существовал персидский аршин, турецкий аршин и другие. Отсюда и появилась поговорка – мерить на свой аршин. Длина локтя или шага у разных людей различная, а мера длины должна быть одинаковой. Появился метр. Образец меры метр, принятый за эталон, сейчас хранится в одном из французских музеев. Длина отрезка АБ равна 2 см 6 мм. Если выразить длину отрезка с точностью до см, то длина отрезка будет равна 3 см. Если указать длину с точностью до 0,5 см, то длина отрезка будет равна 2,1 см или же 2,5 см, то есть 2,5 см. Вторая величина длины отрезка наиболее ближе к точной, чем первая. Точная длина отрезка – 2,6 см. Результаты различных измерений могут быть больше или меньше точного размера. Разность между точным измерением и приближенным измерением называется погрешностью измерения. Задача. Длина забора 5 м. Айла измеряла длину комнаты 5. В первый раз у нее получилось 40 пядей, во второй – 45 пядей. 5 Айлы равна 12 см. Какое из измерений ближе к реальным размерам? 5 м равно 500 см, так как 1 м – 100 см. 500 разделим на 12, так как 5 Айла равна 12 см. 500 разделить на 12 будет приблизительно 42 пяди. Ответ – 45 ближе к реальным размерам, чем 45. Следующая задача. В каких из указанных ниже случаях достаточно знать точное измерение, а в каких приблизительное? Первое. Размеры шкафа, чтобы узнать, поместится ли туда фотография с рамкой. Это приблизительное. Второе. Потому что шкаф больше, чем фотография. Второе. Длину ластика, чтобы понять, поместится ли он в папку для рисования. Это тоже приблизительное, потому что папка огромная, а ластик маленький. Третье. Длину карандаша, чтобы понять, поместится ли он в пенал. Это точное. Потому что карандаш почти по длине может быть равен пеналу, может быть больше пенала. Поэтому здесь нужны точные измерения. И четвертое. Мастер хочет узнать размеры оконной рамки для изготовления оконного стекла. Это точное. Почему? Потому что если между рамкой и стеклом будут зазоры, она не будет нас защищать от холода. Следующая задача. Длина парта 60 см. Девочки измерили длину парты одинаковыми ручками. У Нигер получилось 6 ручек, а у Аян 5. Кто измерил точнее, если учесть, что длина ручки 11 см? Учитывая, что длина ручки 11 см, 60 разделим на 11, это приблизительно ближе к 5 числу. Ответ. Аян измерила точнее. Следующая задача. Какими единицами измерения длины лучше пользоваться, чтобы погрешность была маленькой? Метр, километр, сантиметр, дециметр. Мы знаем, чем меньше единица измерения длины, тем меньше будет погрешность. Здесь самая маленькая единица длины сантиметр, поэтому правильный ответ С – сантиметр. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok